Всероссийские проверочные работы в 2021 году пройдут точно. Итоговые контрольные проведут весной в конце учебного года. Расписание составит в зависимости от эпидемиологической ситуации. Если она не позволит написать проверочные работы в намеченные сроки, то их могут перенести на осень. Для школ определяют временной интервал проведения контрольных, внутри которого они самостоятельно назначат даты проверочных работ. В 2021 году ВПР впервые пройдут во всех организациях среднего профессионального образования. Учащимся предложат написать две контрольные. Одну по профильному предмету, а вторую — на общеобразовательную подготовку. Еще в перспективе планируют сделать ВПР по оценке навыков, важных для цифровой экономики. Эту работу школьники будут выполнять на компьютере. Этой осенью в ВПР написали более 7 миллионов учеников. Это рекордное число участников за все годы проведения итоговых контрольных. Они помогают выявить пробелы в знаниях. По их итогам могут скорректировать учебные программы. 12-летняя американка показала удивительное владение тхэквондо. Ханна Цайтунг занимается боевыми искусствами с двух лет. Она 11 раз побеждала в мировых соревнованиях. Сначала она уделяла тренировкам по часу в день, потом по два. Сейчас на совершенствование мастерства уходит 4-6 часов ежедневно. А после тренировок Ханна подрабатывает младшим инструктором для учеников от 2 до 7 лет. Девочка мечтает стать актрисой и использовать в работе навыки, дисциплину и образ мышления бойца. Ханна уже участвовала в шоу талантов и снялась в сериале. Российские школьники могут принять участие в онлайн-фестивале цифровых технологий и программирования IT-фест. Предусмотрены индивидуальные или командные соревнования. Участникам предстоит продемонстрировать навыки использования цифровых инструментов и сервисов, а также умение творчески решать задачки в цифровой среде. Первый этап фестиваля проходит заочно. Школьникам нужно выполнить задания по 10 направлениям, среди которых программирование, 3D-моделирование, робототехника, веб-дизайн, мобильная разработка, Python для начинающих и интернет-вещей. Лучшие работы попадут в финал, где состоится защита проектов в онлайн-формате. Победителям вручат дипломы и призы от организаторов мероприятия. Кроме того, в рамках фестиваля проходят лекции, мастер-классы и другие события. Для участия регистрируйся на сайте научим.онлайн до 7 декабря.